Здравствуйте, уважаемые клиенты интернет-магазина iClone.net.ua Фирма Doogee продолжает радовать нас эксклюзивными новинками и уникальностью дизайна своих смартфонов, так и модели сегодняшнего обзора Valencia 2 100 Pro и Nova 100X. Эти аппараты в чем-то схожи, они имеют эргономичный запоминающийся дизайн и практически одинаковый размер, разве что Valencia чуть толще. Давайте же рассмотрим их внимательней. В руке эти модели лежат очень круто. Valencia 2 имеет крышку, которая находит на торцы. Сделана она из поликарбоната с напылением под металл. Торцы полукруглые. На левом и нижнем пусто. На правом качель громкости и кнопка блокировки. На верхнем два слота под наушники и кабель USB. Сама задняя крышка матовая, немаркая. На ней видна камера, вспышка, снизу логотип и решетка динамика. При активации встроенных улучшателей качества звучания, звук становится очень сочным и объемным. О, мой гад, помоги мне от жизни, от тебя взгляд. О, мой гад, пронеси мне отступить и не сдать назад. Над экраном расположились датчики света и приближения, разговорный динамик и глазок камеры. Цветового индикатора нет. Под экраном три кнопки в расстановке меню домой-назад. Они без подсветки и имеют серебристый цвет. Нажатие на них сопровождается легкой вибрацией. Под крышкой первым делом бросается в глаза аккумулятор емкостью 2200 мАч. Также есть два слота под две сим-карты и одна под карту памяти. Своей памяти в устройстве 16 гигабайт. А автономность у Дуджи средняя. Антуту баттери-тест показал результат 4400 баллов. А если судить по реальному использованию, то полноценный день при добротных на руссках телефон выдерживает. В принципе, это обычный показатель для большинства современных моделей. В комплектацию входит фирменный чехол, зарядное устройство, кабель USB и наушники. А модель Nova 100X имеет более тонкий корпус. Правда, крышка глянцевая и довольно маркая. Но это мега-крутое утоньшение боковых торцов вызывает очень приятные трактильные ощущения. На нижнем торце расположился разговорный микрофон и разъем под кабель USB. Сверху кнопка блокировки и разъем под наушники. Правый торец пуст, тогда как на левом, а правильнее сказать практически на задней крышке, расположилась качель громкости. Место довольно удобное, а указательный палец практически всегда находится в этой области. Единственная недоработка, что этой качелью нельзя разблокировать смартфон. Правда, для этого действия есть функция управления жестами, когда кнопку разблокировки заменяет двойной тап по экрану. Как я говорил, задняя крышка глянцевая. В верхней части видим камеру, вспышку, чуть ниже логотип, в самом низу динамик. Под крышкой расположился аккумулятор такой же емкости, как и у братской модели, 2200 мАч. Телефон поддерживает работу двух сим-карт, а внутреннюю память 8 гигабайт можно расширить SD-картой. Автономность хорошая, на полноценный рабочий день заряда хватает. Хотелось бы большего, но тут стоит выбирать, либо дизайн, либо батарейка. Под экраном расположились кнопки меню домой и назад, они не имеют подсветки. Над экраном датчики света и приближения, глазу камеры, и это первый известный мне смартфон с фронтальной вспышкой. И при ее небольших размерах она очень яркая. Комплектация включает в себя пластиковый бампер, пленку на экран, зарядку, кабель USB и наушники начального уровня. Работает аппарат на андроиде версии 5.0, но так как Valencia 2 на более свежий 5.1. Правда разницы между этими операционными системами я не заметил. Оболочка симпатичная, и в отличие от предыдущих версий андроида, в этой кардинально переделали шторку. Теперь в ней можно выбрать пользовательский аккаунт или активировать гостевой режим. Также в шторке присутствует иконка функции хоткнот, которая является неким подобием NFC. Только способ передачи немного отличается. Для отправки фото, видео или ссылки нужно дотронуться до другого смартфона с этой же технологией, лицевой частью. Также прошивка дополнилась режимом так называемой раскраски, когда цвет статус-бара приобретают такой же, как фон в приложении. Оба смартфона имеют 5-дюймовые экраны в разрешении 720 на 1280, выполненные по технологии IPS. Разве что в модели Nova очень тонкие рамки, и это действительно красиво. Зато в характеристиках Valencia 2 указана технология дисплея 2.5D, что представляет собой небольшое закругление на самих краях, а это несомненно добавляет его внешнему виду плюс. Яркость экранов достаточно высокая, для удобства использования в ночное время можно включить ее автоматическую регулировку. Лаунчер поддерживает использование жестов, к примеру, перелистывать рабочие столы или сделать снимок можно, приведя ладонью перед экраном. Свайп тремя пальцами вниз сделает скриншот. Разблокировать смартфон можно двойным тапом, а начертив специальный символ, вы сразу же запустите выбранное для этого жеста приложение. Камеры у смартфона идентичные, и если к 13-мегапиксельным камерам многие уже привыкли, то фронтальную на 8-мегапикселей встретишь не на каждом девайсе. Дуджи же может этим похвастаться, но я про фронтальную вспышку в модели нового вообще молчу. Основная камера имеет функции точечной фокусировки, автоматического баланса белого, довольно интересно работает система автоопределения сцены. Так при съемке природных панорам включится режим HDR, а в темном помещении ночной режим с более долгой выдержкой. Помимо передачи данных по Bluetooth и Wi-Fi Direct есть фирменная утилита Xender, которая позволяет мгновенно делиться файлами с айфонами. Есть поддержка OTG, а значит можно подключить стороннее USB устройство, будь то компьютерная мышка, флешка или игровой джойстик. Процессором смартфона Valencia 2 100 Pro является MT6735P с 4 ядрами по 988 МГц. Они выдают отличные игровые характеристики, а в совокупности с 2 ГБ оперативной памяти вы будете уверены, что в ближайшие года все игровые новинки будут вам по зубам. Модель Nova 100X оборудована процессором MT6582 с 1,3 ГГц на каждом ядре. Оперативной памяти также 2 ГБ, а вот встроенная, как я уже и говорил, меньше, только 8 ГБ. Телефоны получились удачные, может кому-то не хватит автономности, кому-то захочется больше высокое разрешение экрана, но в целом мне смартфоны понравились. Легкая прохлада от стильного корпуса, качественный экран и стабильная работа Doogee Valencia 2. Оригинальность корпуса и сверхтонкие рамки дисплея Doogee Nova надолго останутся у меня в памяти. Задавайте все интересующие вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал и твиттер. Михаил Парадедов, увидимся.